подруги привет и добро пожаловать на мой канал сегодня у нас с вами отчет беременности 36 37 неделя сегодня беру сразу две недели поскольку у нас они такие как мне кажется богатые всякими разными происшествиями и новостями ну и конечно же для меня как для будущей мамы они сильно волнительные поскольку на этих неделях как раз таки пришлось договариваться о дополнительных вне нашего графика встречах с гинекологом дополнительным узи и так далее так далее в общем все по порядку самое важное самое главное у нас есть диагноз у меня симфизит кто не знает что такое симфизит симфизит это такое неприятное обстоятельство не знаю можно ли назвать его осложнением но в общем ситуация в организме женщины связаны по большому счету с беременностью когда тазовые кости или лобковые кости расходятся слишком сильно и связки их вместе не держит и вот именно как раз таки этот процесс расхождения этих костей а как правило это больше стандарта 10 миллиметров она для будущей мамы во первых очень болезненно огромный-огромный дискомфорт то есть эти кости все особенно в лобковой зоне в тазу они очень болезненная эта боль может перейти и на ягодицы в ноги и впрочем но как-то создавать действительно очень большой дискомфорт и болевые ощущения плюс ко всему если это расхождение костей слишком чрезмерно и мама будущее не может уже не встать не ходить то есть для нее вот именно ежедневные какие-то самые стандартные процедуры становятся мучительными тяжелыми невозможными то это либо сохранение больницы либо это стимуляция родов ну в общем а это такой очень жесткий надзор медиков этой ситуации ну и там уже принимается решение в каждом индивидуальном случае что же у меня в моем случае значит мы только-только с вами вернулись от моего гинеколога буквально у меня кстати есть вот 10-15 минут записать этот видеоролик чтобы уложить ребенка спать но суть в чем мы вот сегодня были на приеме моего гинеколога вчера я поехала к своему доктору по узи которая приняла нас вне очереди в детской больнице она работает там в пренатальном центре так называемый у них есть генетический дом то есть там огромная территория детской больницы и вот есть вот целое здание дом генетики при натальной и вот они особенно работают и иди сюда художник там они особенно работают с беременными женщинами у которых есть некий 10 некие осложнения с беременностью ну и собственно как было за не наблюдать так вот я к ней поехала она сделала узи дополнительно чтобы посмотреть как же у нас дела узи планировалось в следующий понедельник вот сегодня четверг вы смотрите этот ролик то есть узи мы планировали от 30 числа то есть это понедельник я его принесла вот она вторник то есть получается вот четверг вы смотрите видеоролика во вторник у нас было узи и это получается ну да вчера в среду я записываю так вот она посмотрела сказала что во первых малыш действительно большой сейчас у нас полных 36 недель то есть он опережает он немного притормозился и вот это его развитие не на две недели опережает а на полторы голова очень большая живот большой длинные кости по которым также измеряют и составляют вот эту общую эту общую картину развития малыша там на недельки полторы превышает срок в общем если все сложить и вывести вот этот математический алгоритм то в целом ребенок превышает где-то приблизительно неделя полторы то есть он как будто бы притормозился в развитии это уже хорошо что означает что у меня есть шанс дольше доходить в общем до своего срока и не стимулировать роды то есть с малышом все в порядке сердцебиение отличное 140 ударов в минуту он лежит вниз головой уже как надо красиво лицом к моей спине то есть он идеально уже лег для того чтобы появиться на свет и лежит очень очень низко следовательно тут мы из-за того что он лежит очень низко мы не видим на узи уже шейку матки то есть мы не видим закрыта она полностью или нет и уже конечно же невозможно посмотреть кости то есть во время беременности вот именно по узи расхождение этих костей она не видно то есть симфизит он диагностируется клинически по симптомам и собственно по осмотру врача что касается ранней стимуляции родов которые мы говорили на прошлой неделе именно из-за того что малыш большой сейчас у него вес 3 килограмма и 300 грамм я спросила по поводу ошибки узи потому что многие из вас также мне пишут о том что тоже там узи показывала 4 килограмма четыре с половиной по итогу там дети рожа рождались там три двести три пятьсот три шестьсот и так далее а то есть очень большая вероятность ошибки как мне мой доктор по узи объяснила что есть много факторов которые влияют на ошибку вот именно этого показателя узи первое это те показатели которые мы получаем во время первого скрининга если эти показатели корректные и без ошибок тогда наиболее высока вероятность что и дальнейшие все показатели которые выводятся изначально из вот этих результатов потом добавляются остальные узи там 2 скрининг третий скрининг и так далее и все это вместе суммируется из этих всех показателей выводится уже конечная цифра которую мы получаем вот вес ребенка если значит первый скрининг там без ошибок что это значит что доктор не ошибся и второе это конечно же вопрос к аппаратам узи а поскольку здесь действительно очень важны настройки производственные производители которые в этом аппарате уже забиты если эти настройки они ну скажем так некорректные неверные тогда но этот аппарат узи он будет выдавать ошибку но все равно ошибка там до полу килограмма она еще куда не шло тот аппарат узи который вот в этом генетическом доме где она работает который они используют он в принципе ошибки не выдает потому что они также проверяют рожениц своих спрашивают сколько ребенок родился после родов и в целом этот аппарат показывает очень хорошие результаты там практически максимум 300 грамм погрешность но в целом этой ошибки нет поэтому сейчас мы принимаем что мой ребенок 3300 то есть это полный 36 недель следовательно сейчас стимулироваться нет никакой вообще причины поскольку это абсолютно нормальный вес ребенок спокойно еще может расти и в конце концов если мы будем наблюдать то мы будем видеть как этот рост происходит может быть он и как бы и притормозится и действительно не будет так активно набирать то есть это моя диета это как бы спокойный мой образ жизни и в общем будем за этим наблюдать поэтому сейчас что касается именно веса ребенка да по поводу которого мы волновались до этого мы сейчас как бы расслабляемся и о стимуляции в принципе не говорим что касается моего симфизита значит я вот поехала сегодня на прием к своему гинекологу я сдала дополнительно тест значит мочи там все в порядке не белка ничего нету все в норме абсолютно что касается крови я продолжаю пить железо чтобы не падал мой ферритин то есть пополняю резервы организма и значит симфизит доктор моя посмотрела и сказала что ну пока будем просто придерживаться стратегии что мы меньше шевелимся меньше поднимаем ребенка ведем более спокойный образ жизни понятное дело есть не когда я буду ощущать эти боли больше есть никогда меньше в те дни когда мне тяжелее действительно уже невозможно там пить и я даже ногу не могу повернуть в те дни когда мне будет совсем невыносимо ну то есть там ходить шевелиться и так далее я просто соблюдаю постельный режим и если действительно эта ситуация уже будет настолько тяжелой что я не могу не встать не сделать пару шагов без невыносимой боли и действительно буду чувствовать так что я не могу уже это терпеть и мне нужно что-то думать тогда я просто звоню своему гинекологу мы связываемся с доктором который будет принимать роды в роддоме а там они собирают консилиум и там они значит тогда рассматривают мою моё дело мою историю значит беременности и принимают решение подхожу ли я по всем этим параметрам и как бы будет ли ранняя стимуляция до срока оправдывать все риски и ну как бы будут будут ли плюсы для меня и для ребенка превышать эти риски следовательно там тоже не такой уж легкий процесс поэтому все те подруги которые сильно волнуются по поводу стимуляции из-за естественной роды я уже говорила что наша цель это естественные роды и даже если мы отправимся стимулироваться там еще должно приняться решение в роддоме и еще мы по этому поводу подискутируем и и ну как бы не так что попс поехали давай ладно пока эта ситуация такая что я еще ходить могу я конечно хожу с большим большим трудом я по ночам просыпаюсь от этой боли то есть есть ночи когда каждый час просыпаюсь реально от того насколько болит весь таз и кстати говоря это боль она уже распространилась на левую всю сторону на ягодицу и отдает в ногу до колена и кстати говоря здесь мы вспоминаем мою несчастную левую ногу которая уже после первых родов сильно страдает она очень болела и во время этой беременности она отекает значительно больше чем правая нога и тут конечно мы по вот этому смещению костей расхождению костей мы можем сделать вывод что действительно просто мой таз и мои кости они смещаются неравномерно и большая нагрузка большее давление она оказывается именно на левую сторону поэтому и болевые ощущения у меня все именно в левой стороне что касается этой боли симфизита я вам скажу что она действительно очень специфическая очень неприятная очень такая ноющая и причем неважно даже если ты лежишь и не шевелишься все равно эти кости настолько болят и это боль такая нудящая постоянная непрекращающийся и она вот но действительно очень очень сильно мешает поэтому ну становится вот эти последние недели доходить вот свою беременность до срока исключительно тяжело но ничего наша задача значит сейчас заключается держимся как можем в общем кости свои берегу тяжести не таскаю очень очень спокойный образ жизни жду арс а арс приедет 9 сентября а так что мне а знаете ли главное дотянуть до 9 сентября я уже записалась на следующие приемы значит 10 у нас будет приема гинеколога и ктг когда слушают сердцебиение малыша и смотрят динамику все ли хорошо смотрят схватки и так далее то есть это будет у меня десятого числа потом 13 числа если мы еще до этого времени не родим у нас повторная узи для того чтобы посмотреть вес ребенка как он развивается ну и и в принципе уже с 13 по 19 это наш срок родов когда мы с вами уже ну как бы в целом направляемся в роддом следующие мои пару видеороликов я буду показывать в первом сумку в роддом для малыша и после этого видеоролика у меня будет видеоролик сумка в роддом для меня я уже хоть и до там приезда арс а 9 сентября то есть это моя такая знаете граница то есть мне бы его дождаться еще время есть да но все равно я хочу собрать эти сумки для того чтобы все было готово и чтобы все если в случае чего мы спокойненько могли в этот роддом отправиться и не было никаких переживаний и тревог о том что я вот вообще не готова да плюс ко всему я попросила свою подружку подружку в риге чтобы она сдала флюорографию легких ты будешь показывать свои динозавры иди сюда вот так ты можешь показать давай показывай динозавры какие у тебя динозавры короче я попросила свою подругу чтобы она сдала флюорографию в случае чего чтобы она была моим партнером в родах так что если арсене дождемся все равно боевая подруга моя со мной пойдет и все будет супер но в общем в целом наше настроение позитивно спокойно без стресса мы но как бы настраиваемся на то что у нас все будет хорошо я спокойно дохожу я прекрасно понимаю что происходит с моим организмом 2 беременности она в принципе тяжелее чем 1 то что связки там и все вот это уже не держит так хорошо поэтому все у нас настроение позитивное симвизит так симвизит будем как бы с ним жить дружить и договариваться чтобы он меня сильно не мучил это самое главное ну а во всем остальном буду докладывать вам уже по уходу пьесы как у нас там дела с нашими визитами из каких-то таких более может быть приятных историй или что у нас еще на этой неделе происходило сейчас я вам расскажу потому что я конечно же все это записываю память моя в принципе страдает и и так а беременность она вообще ну из хороших новостей что у нас в на 36 7 неделя беременности происходит вы уже очень часто отмечайте мои волосы мои волосы они просто их как будто бы в два раза больше они очевидно не выпадают и связи с тем что вот витамины беременности вот это вот все я вот прям хожу как рапунцель с прекрасными волосами и радуюсь тому что действительно ну как бы локоны мои они во-первых отросли если вспомните первую беременность у меня было вот так вот вернее первые роды но и беременность до два года два с половиной года назад вот такие вот волосы у меня были вот прям корешечка адская коротенько у меня отрастала моя стрижка сейчас волосы вот такие в жизни у меня не было никогда никогда таких длинных волос так что это здорово последний наверное момент расскажу поскольку очень много уже рассказала все остальное буду наверное в следующих видеороликах в общем когда я была беременна рэмом мы естественно делали узи и смотрели на малыша как он выглядит и так далее так далее но я как-то с ним в редкие моменты когда я с ним общалась я ему сказала малыш слушай давай-ка ты постарайся мне как-нибудь показаться во сне что ли чтобы я увидела как ты будешь выглядеть и хотя в принципе не по всем этим мистическим делам но я все равно как-то думаю ладно проверим говорю малыш покажись мне во сне хочу видеть как ты будешь выглядеть и в общем потом вы родишься проверим игра ли это моего разума или или ты действительно мне показался и он мне правда приснился об этом я рассказывала как бы и мужу и родственникам и в общем многим людям о том что мне показался абсолютно белый блондинистый ребенок с такими же чертами лица как у рэма со светлыми глазами и в общем он показался и вернулся в живот и я такая сказала ну хорошо хорошо спасибо супер и что вы думаете в этот раз конечно же я ну как сказать не то чтобы прям больше общаюсь а даже мне кажется в 15 раз меньше общаюсь с малышом чем в первую свою беременность но просто потому что вот ну как бы есть старший ребенок за которым нужно тут гоняться и но мамы которые родили первого и ждут второго они поймут о чем я говорю в любом случае я как-то так где-то где-то вот там вот сзади своей головы говорю одну как и давай приснись мне малыш я хочу посмотреть как ты будешь выглядеть и он действительно мне приснился поэтому рассказываю вам чтобы проверить потом когда он родится во первых черты лица они очень похожи на рэма то есть ну по внешности он должен быть похож снова на меня то есть это губастый такой носастый и вот ну как бы такие крупные черты лица в общем малыш должен быть похож на меня и он чуть-чуть темнее чем рэм то есть он не блондин и не черненький то есть он не светлый а он такой средний какой-то русый мне появился такие средние вот не знаю какого цвета это волосы но не шатен может шатен короче средневичок такой глаза тоже мне кажется должны быть светлые но вот глаза как-то не обратила внимание но лицо я точно видела кожа смуглая но у рэма тоже она такая достаточно смуглая как и моя но короче в общем приснился мне второй малыш и и он но вот как-то был сильно похож на меня но уже не такой светлый как рэм так что будем смотреть действительно ли этот сон он что-то означает и действительно ли мама чувствует своего малыша и как-то в подсознании знают как он будет выглядеть ну или просто это какое-то знаете типа желаемое выдаем за действительно не знаю посмотрим ладно подружки на сегодня это все мне действительно уже нужно бежать укладывать ребенка спать быстро монтировать этот видеоролик для того чтобы на завтра я успела его вам опубликовать и загрузить и вы вот в четверг смогли его посмотреть мы с вами увидимся в субботу и в общем еще не решила тему видеоролика либо либо сумка в родном либо пять самых адских комментариев ады комментаторши в общем я еще решу какой видеоролик на субботу для вас записать и опубликовать в любом случае я думаю и тот и другой вам будет сильно интересен на этом сегодня с вами прощаюсь желаю вам доброго дня и увидимся с вами а в моем следующем видеоролике на сегодня это все пока а